Эльдар Утимишев Эльдар Утимишев Любимый прием Эльдара – мельница. За годы тренировок он научился профессионально поднимать и крутить над головой своих соперников. Мы ездили на открытый ковер и мне вышел противник на 16 килограмм больше. То есть он был в плюсе, а я в такой категории. И вот вышел, что-то мы повозились, поводились, а потом мне кричат, сделаем ему мельницу. А такие все, да он не сможет, да он не сможет. И я как-то поднял его и начисто бросил. Все сразу захлопали и порадовались. Проверить способность юного спортсмена мы решили на себе. Но то ли сказалось отсутствие спортивной формы одежды, то ли действительно Эльдар – настоящая восходящая звезда российского самбо. Помимо спортивных побед Эльдар признается – занятия помогли ему подтянуть свое обучение в школе. Теперь он настоящий пример для сверстников. Такие же спортивные планы и у Андрея. На занятия в Дом детского творчества он пришел относительно недавно и занимается только второй год, но уже успел за это время выиграть множество соревнований. На первую тренировку он попал случайно. Пошел по стопам младшего брата Дениса, который занимался здесь же. Теперь у Андрея новый распорядок дня, здоровый образ жизни и правильное питание. Помимо физических нагрузок, он не то что дает физические нагрузки, он дает человеку умственно развиваться и бороться за свою жизнь. То есть не сдаваться не на недоделанных делах, а бороться до конца. Некоторые люди хотят работать и так остаются в низах, а некоторые выбираются в начальники, то есть развивают лидерские качества. Но это чуть ли не как же смысл жизни, что поможет всегда защитить свою семью, свою девушку, постоять за честь города. В неделю по три тренировки, но и этого мало. Андрей посещает дополнительные соревнования и открытые ковры. Тренируются ребята на базе Дома детского творчества у педагога Василия Тараненко. Можно сказать, у основателя этого вида спорта Владкарина. Вообще самбо считается самозащитой без оружия, разработанной еще в советское время в результате слияния многих национальных видов единоборств. Борьба воспитывает уверенность в себе, целеустремленность и самостоятельность. Ребята растут крепкими и здоровыми, становятся достойным примером для своих сверстников. Максим Морозов, Алексей Устинов, телеканал Откари. Редактор субтитров А.Семкин